Это уже длится что, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Видно, видно, ага. Вот, это якобы приклеенный кафель. Понимаете, да, вот он просто вот отваливается. Видите, вот работа кипит со всех сторон, вот кипит. Больница давно требовала ремонта, но приступили к нему после череды громких случаев. Среди них и история маленького Захара Котенко. Он попал сюда с подозрением на бронхит. Лечили так, что ребенок впал в кому и умер. Начались проверки. Сменилось руководство. Больницу присоединили к ДРКБ. Начали ремонт. Но что-то пошло не так. Стены кривые, штукатурка осыпается, плитка отпала. Я вижу, что сотрудники здесь работают, они бегут отсюда. У нас по факту 7-8 месяцев работы проводятся. И они даже близко не подошли к завершению. По факту сейчас я как вижу, что это только переделывать еще придется все. Выделили же им 40 миллионов. Значит, они должны сделать ремонт соответственно. Если этот подрядчик не хочет работать, тогда нужно было выбрать другого, тогда расторгнуть с этим контракт. Буквально вот от такого движения полы прямо скрипят и качаются. Прямо звуки такие характерные и видно, что пол буквально ходит ходуном. Ребенку с инвалидностью, ребенку на коляске, даже просто ребенку после оперативного какого-то вмешательства, там никаких условий не создано для того, чтобы он мог нормально помыться, сходить, скажем так, в туалет. Торги на ремонт прошли в июле 2020-го. Из четырех претендентов выбрали того, кто предложил наименьшую сумму – ООО «БИК». Опыт работы не учитывали, хотя было известно, у этого подрядчика он невелик. Но падение цены на 20% сыграло решающую роль. Даже мы опыт не имеем права требовать. Есть у него лицензии, есть у него входит СРО, принимает участие, выигрывает. Подрядчик, насколько мы знаем, он имеет опыт работы, но именно такой опыт работы в медицинских учреждениях он не имеет, к сожалению. Уже было оговорено 4 срока к сдаче объекта, но, к сожалению, подрядчик эти сроки не выполняет. Вынуждены мы просто завершать работу с этим подрядчиком, потому что, чтобы произвести смену подрядчика законодательно, по закону или через суд, это еще более длительная процедура. За 40 миллионов подрядчик должен устранить нарушения, которые были ранее. К примеру, не было пандусов и вентиляции, а косметический ремонт делали в 88-м году. На первом этаже процент готовности ниже, чем на втором и третьем, это однозначно. Здесь сколько? Ну, если мы второй и третий этаж оценим 90-95% готовности, то первый этаж, он порядка 80% готовности. Сколько в день палат красить? Мы сегодня только красить начали. В принципе, все готово под покраску. В день 4, как минимум, будем красить. Раньше реанимация находилась на третьем этаже, но по нормам такого быть не должно. Реанимация должна располагаться на первой. В связи с этим ее перенесли. А палаты пришлось расширить. Из двух сделали одну. Реанимация рассчитана на шесть коек. После ремонта откроется пульмонологическое отделение. Будут помогать детям с кардиологией и нефрологией. Комиссионно прошли. Заказчик выявил сам ряд недоделок, что надо будет переделать. Мы с частью согласились. Потому что мы просто комнату подготавливаем. Заказчик приходит. Вроде бы все нормально принимает. Через два дня. Какая-то комиссия приходит. Опять очередные ошибки. Мы это делаем согласно с ВСД. А вот эти все косички с плиткой, с кафелем. Это будет переделывать? Ход ремонта контролирует технический заказчик. Сама больница и Минздрав. Каждую неделю на Мадагуево проверки. Привлекли даже стройнадзор. Хотя последний мониторит только стройки. Но не ремонт. Подрядчик, естественно, нарушил нормы в отношении качества производимых работ. И, естественно, очень сильно двинулся по срокам. Мы комиссионно выезжали. Я дополнительно дал поручение стройнадзору, чтобы они подключились и провели еще надзорные мероприятия. Госстройнадзор эти мероприятия провел. Дополнительно еще определил перечень замечаний, которые устраняются. В понедельник в больницу приедет очередная проверка во главе с зампредом. Подрядчик тем временем в очередной раз торжественно клянется завершить работы до 15 апреля. Евгения Жировова, Виктор Немаев, телекомпания «Арикус».